Дню футбола сегодня посвящен наш эфир. Совсем недавно на этом самом месте стоял Кубок Чемпионата Мира по Футболу FIFA. А сейчас стоим мы. Не 6 килограммов золота, а 80 килограммов золота и 42 килограмма золота. Ну а сам турнир, конечно же, ждет вся наша страна. Как раз на нем будут разыгрывать этот самый кубок. И вот даже посвятили песню Чемпионату Мира по Футболу. Это такой неофициальный гимн. В его создании приняли участие такие певцы, как Полина Гагарина, Егор Крид и диджей Смэш. Диджей Смэш? Да, они уже клипы записали. А вот совсем скоро, через 9 месяцев, он будет, этот неофициальный гимн, звучать на каждом стадионе, в каждой передаче, на радио, всюду. Но мы решили не дожидаться этого и прямо сейчас презентуем эту песню в нашей студии. А поможет нам? В этом известная челябинская певица Расима Крапачева. Доброе утро! Расима, доброе утро! Доброе утро! Приходилось ли вам когда-либо исполнять гимн? Может быть даже гимн России? Гимн чего-либо вообще? Гимны мне исполнять нет, не приходилось. Это первый мой опыт. Ну здорово, все когда-то бывает в первый раз. Вот вы слышали эту песню, как можно оценить ее? Как она зажжет, думаете, фанатов на стадионах? Вполне. Очень динамичная песня. А сейчас вам предстоит зажечь нас и телезрителей программы «Наше утро», всех фанатов челябинских футбольных и хоккейных. Вы готовы? Да, я постараюсь это сделать. Неофициальный гимн чемпионата мира по футболу прямо сейчас слушаем. Мы верим и мечтаем Мы там, где нас так ждали Где на семи ветрах Один мотив в сердцах Через тернии и прямо к звездам Выше, дальше так легко и просто Мы начнем и только побеждаем Если падаем, то вновь взлетаем Мы знаем, в чем правда Ты наша команда И она без тебя высоко не взлетит Без тебя никогда не победит Действительно, без нас, без нашей поддержки никогда не победит наша команда. Мы абсолютно согласны с вами. Это было здорово. Это было лучше, чем половина Гагарина. Я считаю. Расима Крапачева, челябинская певица и педагог по вокалу. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Но прямо сейчас наш эфир был посвящен дню футбола, потому что в нашей студии был кубок, главный трофей. Все болейте, пожалуйста, за нашу сборную и надеемся, что в июне 2018 года она нас непременно не подведет. А она нас удивит своим футболом, наконец-то. И мы сегодня разговаривали, мы встречались сегодня с представителем Челябинска, да? Челябинск, это футбольный клуб. Мы сегодня видели сам кубок FIFA. Представители Федерации международной футбола. Сам кубок, собственно, и был этим представителем. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Смотрите программу «Наши утро» каждый день. Хорошего вам дня. Болейте за сборную России. Вот что хочется сказать. Всем пока. Хорошего дня.